всем привет в этом видео ребят я хочу поговорить с вами о таком показатели вашего персонажа как очки влияния как вы видите в левом верхнем углу у вас есть три шкалы это шкала навыков очки навыков это энергии и очки влияния значит что касаемо очков навыков вот этот показатель индивидуален для каждого отдельного персонажа которым вы играете энергия левая цифра в энергии показывает то количество энергии которые есть непосредственно у того персонажа которым вы сейчас играете она может отличаться на каждом разном персонажи правая цифра это максимальное количество вашей энергии то есть она одинакова для всех ваших персонажей нижняя строка и правая и левая цифра будут абсолютно одинаковые у всех ваших персонажей правая цифра это максимальная максимальные очки влияния ваши которые вы имеете на вашем аккаунте. Левая – это свободные очки влияния, которые сейчас вы можете использовать. Ну, об этом все. Теперь, прежде чем начинать цепочку, непосредственно, что же такое цепочка квестов и как зарабатываются очки влияния. Очки влияния – есть несколько способов их заработать, но прежде всего самое большое количество очков влияния вы сможете получать, выполняя различные квесты в награду, за выполнение которых получаются очки опыта влияния. Это такая темочка, я вам потом покажу, как она выглядит. И, как бы, выполняя эти квесты, вы будете получать награду, и вот эта шкала, она у вас будет расти в правую сторону. К сожалению, здесь нет числового показателя, чтобы вам именно на цифрах показать, как это будет расти. У меня уже очков влияния очень много, поэтому даже сейчас, выполнив всю цепочку, вы вряд ли заметите какие-либо изменения в моей шкале. Но поверьте мне, если у вас здесь очков влияния мало, там, например, до 200, то, выполняя данную цепочку, которую я вам сейчас покажу наглядно, вы будете ощутимо замечать, как она у вас движется в правую сторону. Как только она заполнится целиком, у вас появляется плюс одно очко влияния. Прежде чем эту цепочку выполнять, обратите внимание, что у вас должны быть включены вот здесь, вот в этой строчке, все задания, чтобы у вас отображались все задания, которые есть непосредственно в данной локации. А также, ребята, я вам советую, это уже на ваше усмотрение, покупать, не покупать, ставить, не ставить эти камушки, стоят они в районе, выкупают по ставкам, я уже не помню, сколько мы ставили ставку на этот камень, но они недорогие. То бишь, вы покупаете шапочку, не обязательно это должен быть шлем силы, это любая шапка, в которой есть две дырки, и ставите туда вот фиолетовые камушки, если вы видите на экране, драгоценный камень новичка, влияние, опыт влияния 3%. 3% 2 камушка, значит 6% вы будете получать дополнительно к тем очкам опыта влияния, которые вы получаете в награду за выполнение каждого квеста. Значит, в Кальфионе этих квестов, если вы откроете О, их 18. Но заметьте, что вот у меня почему-то не обновился квест забившийся дымоход, я вчера до обновления до 0 часов специально прошлась по всей этой цепочке, чтобы вспомнить, я сейчас эту цепочку не делаю, я делаю другие цепочки на влияние, потом в других видео я расскажу и о них, если вас это заинтересует. Но вот почему-то один квест из этой цепочки у меня не обновился, я вам покажу, где он берется, где его делать, но очков я за это не получу. А вот два последних, испытания улучшенного снаряда и древесина из деревни Тренд, если вы откроете, видите, они не дают очков влияния, поэтому я вам также покажу, где они берутся, и если вы захотите, вы их будете делать, я же их делать сегодня не буду. И вот древесина из деревни Тренд, она дает вам такую вот этенку, секрет выносливости, вот этой этенкой качается ваш параметр выносливости, если вы откроете букву П, вот здесь вот у вас есть, видите, параметры тела, и здесь есть шкала тонус, именно вот здесь вот увеличение выносливости, вот такими этенками, есть множество кистов, которые попросят вас что-то либо принести, либо привезти на тележке, и именно вот такими этеночками качается вот эта вот шкала. Ну, собственно, вступительная часть данного видео закончена, и мы приступаем непосредственно к цепочке. Что же еще вам нужно будет взять с собой? Лошадка вам не понадобится, я начинаю цепочку от склада, оставляю здесь лошадь, ничего дополнительного вам не нужно, то есть кроме, единственное, здесь есть два квеста, которые не входят, если вы посмотрите через О, через все задания, их нет в описании, но я вам покажу, это тоже ежедневные квесты, для их выполнения вам понадобится 10 древесины клёна и 3 муки из батата. Муку из батата я купила на аукционе, потому что сама ее не делаю, я думаю, вы с легкостью тоже приобретете ее на аукционе. Значит, по-моему, я все эти предметы уже взяла, они у меня с собой в инвентаре, да. Итак, мы отправляемся, засекаем время, за сколько же времени займет у меня непосредственно данная цепочка. Итак, сейчас 0 часов 42 минуты, и мы отправляемся. Первый квест, который вот у меня почему-то не обновился, вот здесь стоит, видите, палатка, вот у этого жителя будет квест «Прочистить трубу». Он, значит, берете этот квест, возвращаетесь к складу, и от склада вот сюда вот заходите во дворик, и здесь лестница есть. Забираетесь на крышу, и вот тут вот забившаяся труба, видите, из нее идет дым. Очень часто бывает, этот квест сам по себе, ребят, если честно, он немножко какой-то багнутый. Вот. Эта труба бывает, она неактивна, почему, не знаю. Если вдруг неактивна вот эта труба, то здесь вот есть еще одна, видите, какая-то из двух труб, ну, должна у вас сработать. Значит, открываете с ней взаимодействие, у вас выполняется, завершается квест, прямо вот тут вот спрыгиваете, и сдаете вот этому NPC квест. И продолжаем движение дальше. И вот здесь вы видите, иконка стоит «Повар». Подходим к нему, и он дает нам задание, изготовление, не смотрите, вот здесь вот изготовление, это помимо того, что он даст вам очки влияния, ну, к сожалению, вы больше ничего не получите. Смотрим. Вот он просит, тут очень много говорит, и просит вас принести ему 10 досок из кедра. Вот. Опыт влияния 80 очков. Принимаем задание, тут же, ой, тут даже, в принципе, не 10, извините, а одну доску из кедра. Отдаем ему доску, цель задания достигнута, продолжить. Получаем очки, идем дальше. Продвигаемся вперед. И вот здесь стоит алхимик, толстый такой дядечка, вот видите, то же самое. Берем у него задание аромат для тролля. Опять-таки, это изготовление, но кроме очков влияния, он опять-таки нам ничего не дает. Вот мы ему отдали, получается, муку. Что-то все так быстро произошло, я даже не заметила. А, нужно приготовить тесто из муки, ребята, извините. Значит, что мы делаем? Если доски нужно просто отдать, то тесто нужно приготовить. Набираем. Мука. Смотрим. А муки из батата нет. Сейчас я этого не буду делать, но если у вас есть желание, то, в принципе, этот квестик можете сделать. Сделать три муки из батата, по-моему, он потребует. И отдать ему, получить очки влияния. Тут тоже 80 очков влияния. Это тоже ежедневный квест. Далее мы бежим вот сюда, вот на мостик. Спускаемся вниз. И вот здесь у нас квест, то, что вот у меня квест на золото, не обращайте внимания, это квест мой личный, это не ежедневный квест, а ежедневный квест вот здесь, вот у этого мальчика, рабочей пристани. Берете у него квест, ящик из корабля называется, принимаете его. И вот здесь вот стоят ящики. Берете ящик, поднимаетесь вверх по вот этой лестнице. От лестницы поворачиваете направо. И вот там вдали у вас, видите, загорелась синяя иконка «Торговец рыбой Арио». Вот ему нужно принести вот этот вот ящик. Подносите сюда, оставляете и сдаете квест. Получаете свиток энергии, это восстановление вашей энергии, если она у вас вдруг потрачена на что-то. Опыт влияния 120, боевой опыт, опыт навыков и серебряные слитки. Вот эти слитки вам будут давать за все задания в кальфионе, которые вы выполняете. За все задания даются такие слитки. Ну и нужно выбрать награду на выбор. Выбирайте любую, все равно ни тем, ни другим вы пользоваться. Ну, я так думаю, что не будете, потому что вот эта вот очень беспонтовая штука, она не нужна. Ну, выбирайте то, каждый раз выбирайте одно и то же, только ради того, чтобы она складывалась в один слот. Вот это задание, это опять-таки не ежедневка, это у меня на рыбалке уровня 30 квест, который я все никак не могу выполнить, и мне не хватает на это времени. Извините. Далее возвращаемся на мост. После того, как отдали ящик, возвращаетесь на мост и идете в левую сторону от моста. Вот видите, здесь такие стражники стоят, я не знаю, там рыцари, слон. и проходя мимо них, сворачиваете направо и заходите на площадь. И здесь на площади, вот у бабушки сключенная старушка такая стоит, у нее берете квест цып-цып-цып. Принимаете, как видите, опыт влияния 120, все остальные награды стандартные. принять. И здесь же на площади, смотрите, будет синеньким, голубеньким цветом, подсвечен вот цыпленок, видите, он от вас убегает. Подходите, просто клацаете на эрочку, чтобы открылось с ним взаимодействие. Цель задания достигнута, и возвращаетесь к бабушке, завершаете квест, получаете награду. Выходите, снова возвращаетесь вот к этим вот солдатам, которые там стоят, и продолжаете движение вперед. Увидите перед собой лестницу. Можете подняться по лестнице, можете вот здесь вот, и опять-таки снова непонятно, вот здесь у вот этого вот мальчика тоже есть квест на прочистку трубы. Почему они не обновились, почему его здесь нет, я опять не знаю, но вчера, когда я выполняла всю эту цепочку, этот квест был. В общем, какие-то баги с этими трубами, с прочисткой этой трубы. Далее, если пробежите вы немножечко вперед, вот видите, здесь стоит NPC, это квест, который, как я вам говорила, нужно доставить древесину из Трента. Я его сейчас сделать не буду, я просто покажу вам, какую награду он дает. Древесина из деревни Трент, как видите, вот то, что я вам говорила, это вот этот секрет выносливости и темка, но остальные награды стандартные, и на выбор какую-то древесину вы будете получать. Сейчас я делать его не буду, потому что это займет время, а я хочу посмотреть, сколько все-таки займет у меня по времени именно само прохождение на очки влияния. Можно подняться по лесенке, можно вот здесь, видите, вверх-вниз ходит лифт. Сейчас он опустится. я покажу вам трубу, именно вот когда здесь будет у вас гореть квест, вам нужно будет подняться вверх. И вот по вот этому мосту вы переходите на другую сторону, опять-таки прыгаете на крышу, и вот здесь очень много труб, с какой-то из них открываете взаимодействие, квест ваш закрывается, прямо вот спрыгиваете сюда, этому мальчику сдаете квест. Далее вы можете снова подняться на лифте, можете по лестнице, вам нужно вот сюда. Здесь у первого станка стоит NPC. И вот у нее задание. Текстильный ремесленник стоит, иконочки почему-то опять-таки нету, но квест есть. Моя сила в зависти. Принимаете квест, и вот рядом здесь не забывайте про это. Вот здесь лежит ткань, вам нужно взять шелк. Он у вас оказался в инвентаре, новый шелк. Выходите отсюда, бежите. Опять-таки, это ваш выбор. Хотите, делайте, хотите, нет. Вот это задание гном дает «Испытание улучшенного снаряда». Оно также не дает вам очки влияния. В награде стандартные награды без очков, и на выбор по 10 какой-то руды. Сегодня я это делать не буду, но побежим выполнять дальше цепочку. Спускаемся здесь по лестнице, и спускаясь по лестнице сразу увидите следующий квест. Это тоже ежедневка. Подходите, берете задание «Доставка вина для банкета». Принимаете квест, и вот здесь рядышком стоит вино в бочках. Берете эту бочку и идете с этой бочкой во вторые, получается, вот от ступенек это вторые ворота. Вот сюда сворачиваете и увидите здесь мост. Но не спешите идти по мосту, вот здесь остановитесь, опустите, поставьте бочку и заверните вот сюда. Здесь сидит мальчик, дает вам еще один квест разобраться с охраной, принимаете его тоже. Значит, учтите, что общее количество принятых вами квестов не должно превышать 30, поэтому прежде чем выполнять эту цепочку кальфионскую, вам нужно, чтобы у вас было, ну, как минимум на 18 квестов, ну, не на 18, но где-то на 10, может быть, на 8 квестов свободное место. Имейте в виду. Дальше снова берете эту бочку, ту же самую, которую вы принесли, она никуда не исчезнет в течение какого-то времени. Как видите, здесь у вас уже подсвеченное задание, но сюда идти не надо. Идете вот сюда, вот в эту арку, поворачиваете направо, проходите через вот это вот, через цветочки, и вот здесь вот уже следующие охранники, которые стоят, возле них опять ставите бочку, подходите к охраннику и сдаете, завершаете квест. Ждете какое-то определенное время, откроется взаимодействие с этой бочкой, которую вы поставили. Вот, видите, открылось взаимодействие. идете вот сюда с этой бочкой. Бочку ставите рядышком, вот видите, вот этот вот дворянин в черной, подходите к нему и сдаете и отдаете ему виной. У вас завершается квест. Вот здесь вот открываете свой инвентарь и клацаете по вот этому шелку, который вы взяли у ткацкого станка и ставите здесь, сейчас увидите, здесь станет такой, я не знаю, стол с образцами тканей. И вам нужно подойти вот к этой дворянке. Завистливая дворянка написано. Цель у вас задания достигнута, выходите и бежите далее. Вот на этот квест у меня тоже не обращайте внимания, это кулинарный квест. Вот здесь это задание завершается. Завершаете задание, выбираете награду, вуаля, получаете очки влияния. Далее, берете вот здесь квест, кнут и пряник называется, принимаете и идете обратно к столу. Вот здесь на столе вам нужно взять, прихватить еду, вам дадут блюда с едой. Принимаете этот квест, имейте в виду, что вот этот дворянин периодически может уходить со своего места. Если вдруг его нету, сделайте, может быть другие какие-то квесты. Если вы вдруг заблудились и ну как бы вас не получается именно в той последовательности сделать квесты, в которых делаю я, всегда можете нажать буквочку О и вот здесь у вас будет отображаться, какие квесты у вас приняты. красным цветом, те квесты, которые вы завершили оранжевым цветом, будет написано сколько времени осталось до их обновления и те которые вы не приняли квесты у вас будет обычным желтым цветом написано. Поэтому ничего страшного, если вдруг вы заблудились и не помните какие квесты вы брали, куда вам бежать, просто клацаете переместиться к цели. Все, получается вот у вас в инвентаре появилась богатая еда, видите, обязательно не забывайте про это. Есть здесь как минимум три предмета, которые вам нужно будет постоянно, ну вернее для принятия квеста вам нужно будет брать. Итак, этот предмет у вас в рюкзаке и вы возвращаетесь, вот помните, вы бежали здесь вот оттуда, то бишь вам нужно вернуться, когда вы там все сделали, вернуться и сдать эти два квеста. Первый квест, который вы вот здесь брали, вы его сдаете, получаете стандартные награды, опять нужно выбрать. и второй квест сдается вот здесь вот, сразу в эту арку вбегаете и вот здесь вот еще один квест сдаете, если помните, здесь вы брали вино. Опять-таки награды сдаете, получаете. Возвращаетесь назад, вернее, ну можно пробежать вот здесь, здесь сейчас будет квест на ягненка. вот, квест на ягненка, глупый ягненок, берете здесь квест, а, ну здесь пока награду не надо выбирать, и вот рядом с этим NPC стоит мальчик, у него берете зеленые травы, опять-таки они появляются у вас в инвентаре, и с этими зелеными травами бежите вот сюда. Вот здесь вот видите ягненок написано. Рядом с ягненком вам нужно открыть инвентарь, клацнуть по зеленым травам и посадить куст. Там в описании написано, что этот ягненок очень любит вкус этой травы, и вот когда он подойдет к этой траве, типа ее есть, вы просто клацаете по нему, и у вас написано, вы поймали ягненка, и в инвентаре у вас появляется вот такая вот штучка. Ягненок возвращаетесь с этим ягненком назад к этому NPC и сдаете квест. Получаете соответственно стандартную награду. Готово. Все, выходите. Далее возвращаетесь снова, после того, как вы отдали ягненка, возвращаетесь опять на на вот эту площадь. Идете через мостик, сейчас я вам покажу. Вот сюда, наверх, там, где стоит Валкс. Прежде всего, берете задание у стражника. закрытый район. Принимаете, но пока никуда не идете. Идете наверх по лестнице и здесь задание. Запрещенные книги. Также принимаете, сама книжка находится, вот чуть-чуть вперед пробегаете, вот лежит книга. Ее забираете, возвращаетесь и сдаете квест. Убираете награду. спускаетесь вниз и осматриваетесь. Вот здесь вот задание, которое вы взяли у этого стражника, к нему нужно привести сбежавшего работника или там повстанца, я уже не помню, как он точно называется. То есть, вам нужно его поискать. Вот сейчас в данный момент именно на этих улицах его нет. Вот он, видите, он сволочь такая, он постоянно бегает и может убежать в двери, и поэтому сильно к нему не приближайтесь. То есть, когда вы его заметите, пытайтесь к нему подбежать, когда он спиной к вам стоит, вот так сделать раз и схватить. И вот тогда уже непосредственно он идет за вами. Если вы попытаетесь приблизиться к нему, когда он к вам лицом, он начнет от вас бегать и может убежать в двери. И тогда очень долго приходится ждать, пока он видит. Но здесь не один такой повстанец, поэтому в принципе даже если этот куда-то свалит, то можно поискать где-то в других местах. Вот подходите, он очень медленно почему-то ходит, передать демонстрантов. Цель задания достигнута, очки влияния получены, свитки энергии и так далее. То есть, это стандартная награда за ежедневки. Что мы делаем дальше? У нас, если сейчас вы посмотрите через О, у нас в принятых квестах остался только один получается, кнутый пряник. Вот, видите? Можно клацнуть непосредственно вот по такой иконке, и вам проложат автопуть. но я делаю следующим образом. Я клацаю по лупе и возвращаюсь к складу. Потому что прежде чем идти к повстанцам, там есть еще как бы несколько квестов, которые можно взять попутно. и так вот мы вернулись получается к складу и идем сейчас в левую сторону от склада, вы повернете, вот тут будет квест провизия с пшеничных полей. Принимаем его, возвращаемся немножечко назад и вот здесь заходим в арку и поднимаемся по лестнице. Вот эти повстанцы, они такие сволочи, они мешают постоянно, и у меня такое есть острое желание просто всех их поубивать, но будьте внимательны, за убийство вот этих повстанцев снижается карма, не существенно, но все-таки снижается. Значит, вот вы видели, куда я прибежала, да, по лесенке, и вот сюда вот в здание заходите, поднимаетесь на второй этаж, и вот тут куча голодных рабочих, вернее, ну не рабочих, а голодных протестующих. Открываете инвентарь и достаете вот эту штуку, которую вы взяли, богатая еда со стола. Если помните. Вот стоит котел, и сейчас рабочие начнут к этому котлу подходить, и вам нужно открыть взаимодействие с несколькими рабочими. Это может быть один, может быть два, может быть три, я не знаю, каждый раз по-разному. Но вот вы поговорили с этими голодающими, выходите вот отсюда, выходите прямо, и вот сюда между, это кладбище какое, вот сюда бежите, спускаетесь по лесенке и выходите прямо, 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 никуда не сворачивая, и вот здесь стоят мешки с провизией, которую вам нужно отдать по квесту, которую вы брали до того, как пойти кормить этих голодных рабочих. Здесь, если я не ошибаюсь, автоматически прокладывается, как только вы возьмете в руки мешок, у вас автоматически проложится путь в то место, куда вы должны его принести. Вот, отдаете мешок, забираете награду, стандартная, как обычно, награда, и возвращаетесь назад к складу. Вот наш склад. Открываете опять-таки ежедневные свои задания и смотрите. У вас выполненный квест, есть, видите, зачеркнутый, вам нужно его сдать. Нажимаете путь к цели, я вот сейчас сяду просто на лошадку, чтобы быстрее туда приехать и еду возвращать квест. И еду вот стоит нпс, которому нужно сдать квест. Сдали. И едем сейчас. У нас осталось совсем немного квестов. Поднимаемся мы вот сюда. Если знаете, это площадь, где наверху стоит командор валкс. А вот тут есть фонтан. Зараза, у меня лошадь, не хочет она никак качать этот скилл. И вот возле этого фонтана стоит девочка. Не знаю, девочка это или женщина, потому что по шаям сложно определить, это дети либо взрослые. Вот, и она дает квест вам корм для цыпленок. Возвращаетесь назад туда, где вы были, на площадь, где стоит валкс. И отсюда выходите через левые ворота. Если вы обращаете внимание на мини-карту, на мини-карте области квестов, где должно быть выполнено задание, у вас подсвечены желтым цветом. Вот, прибегаете сюда и видите цыпленок, но просто так взаимодействие с ним не откроется. Видите, ничего не происходит. Странно, почему-то у меня открылось. Хотя я не брала, ребята, вот этот, вам нужно будет вот этот достать хлеб. Почему это произошло, не знаю, но раньше, во всяком случае, такого не было. Может быть, потому что здесь стоял другой игрок, вы видели, здесь стояла, по-моему, ДК, она кормила цыпленка, и здесь было, как бы, вот хлеб лежит до сих пор на земле, и этот цыпленок сюда подходил. Может быть, поэтому у меня засчитался квест, не могу вам сказать, но в любом случае, если вы здесь одни, просто клацаете по хлебу, вот он устанавливается, и цыпленок подходит к этой булке, вот, и точно так же, как вы ловили ягненка, вы подходите к цыпленку, с ним взаимодействие открывается, ну, вы видели, что происходит. Возвращаетесь, и сдаете квест вот этой шаи возле фонтана. Получаем. Здесь на выбор вам предлагают либо суп из лаков, пиво, либо вот эти зелки. Ну, я выбираю пиво, его можно быстро скормить своим рабочим, чтобы оно не занимало слот в инвентаре. Вот, сажусь на лошадку, не сажусь, не хочет моя лошадка меня к себе принимать. Сейчас мы подзовем ее. Садимся на лошадку, я открываю, ой, и смотрю, какие квесты у меня остались. То есть, у меня остались два квеста, которые я не стала делать, так как они не дают очков влияния. Это на снаряд и на тележку с деревом. Сокровище Валькирии, сейчас мы поговорим с вами об этом квесте немножко позже. И три первых квеста я нажимаю путь к цели. И сейчас я вам расскажу, почему я эти квесты не делаю. Вернее, не делала, когда я проходила кальфионские цепочки, кальфионский круг, люди его называют кальфионским кругом. Ну, во-первых, потому что в библиотеку кальфиона бежать достаточно далеко и по времени занимает достаточно большое количество. А во-вторых, сейчас я вам покажу один квест, там можно выполнять, конечно, его вы в любом случае выполните, вот, но здесь все очень тесно, все-таки проходы узкие. Я не люблю сюда бегать, поэтому, собственно, я всегда на эти квесты не особо обращала внимания. Вот вы прибегаете, получается, вот сюда, там, где библиотека кальфиона, оставляете здесь лошадку, поднимаетесь по лестнице и вот здесь у вас у NPC есть квест в священии крамина грубая лекарственная трава. Принимаете его и идете, берете задание вот тут. Счастливый конец. То есть, вот это задание, счастливый конец, вы выполните в любом случае. Вот здесь, через эту арку, когда вы проходите, есть еще квест. Лунная жемчужина. Принимаете. Вот из этих трех квестов, как я уже сказала, гарантированно вы выполните один. Почему? Потому что грубая трава и лунная жемчужина это квесты, которые привязаны к времени суток, которые сейчас в игре. то бишь вот я например сейчас сделала квест на грубую траву. То есть, сейчас получается день после полудня. Вот и квест этот выполнился. Сейчас я вам наглядно покажу. А вот на лунную жемчужину скорее всего у меня квест не зачтется. Вот она хоть и подсвечена, видите, но взять ее никак нельзя. Розы взаимодействия тут с лунной жемчужиной нет. И вот завершить этот квест можно будет только через 12 часов игрового времени, когда пройдет ночь. Вот эта лунная жемчужина наберет в себя энергию луны и именно в ночное время вы приходите сюда и собираете. То есть выполняя этот квест вам нужно дважды сюда прийти. Либо вы не соберете траву, которую только что собрали, а соберете жемчужину, если это ночное время, либо наоборот, как сейчас получилось у меня. Но в принципе два квеста из трех вы должны сделать. Вот у нас остался вот от этого квеста я откажусь сразу. Я сюда больше не побегу сегодня. Значит пыльцу лунной жемчужины я отказываюсь от этого квеста. И мне осталось выполнить квест принести торговцу с котом кроликов. Вот кроликов вам дали их не надо ловить вам их дали автоматически. Забыла вам ребята сказать самое главное что все эти ежедневки у вас откроются после прохождения основной кальфионской цепочки то есть как только вы завершите кальфионскую цепочку все эти ежедневки у вас будут доступны это по-моему если я не ошибаюсь начиная с 50 уровня у вас это дело хотя точно не могу сказать может быть и раньше можно все это дело делать так вот мы делаем последний квест забираем награду сейчас я расскажу вам про эти кинжальчики которые дают и у вас если вы откроете ежедневное задание вот видите остался лунная жемчужина квест от которого я отказалась и остался еще один квест сокровища валькири он дает 120 очков влияния ну стандартная награда но ребята для выполнения этого квеста вам нужно собрать из вот этих вот мечей обломок короткого меча их нужно 7 штук и выложить их нужно 5 по горизонтали по-моему и 2 по вертикали вот таким как бы крестиком из них собирается один целый меч которым открывается сундук вот там где мы были в библиотеке нужно подняться вверх и там есть сундук ничего толкового кроме очков влияния он не дает то есть завершив этот квест вы просто получите 120 очков влияния больше ничего стало быть даже если предположим вам за день удастся собрать 3 вот таких осколка меча то квест на валькирию сокровище валькирии вы сможете выполнить один раз в 3 дня ну скажем так я изначально решила для себя что библиотеку я не бегала и как бы вот смотрим я начинала было 42 минуты сейчас 14 18 14 это 32 минуты учитывая что я с вами разговариваю отвлекаюсь на разговоры как видите полчаса за полчаса вы получили если посчитать все очки влияния которые вам дадут за эти квесты это 1920 очков влияния теперь отдельно хочу вам сказать еще про 6 квестов которые дадут вам еще 1200 очков выполнять их опять таки я сейчас не буду я просто покажу вам как к ним туда к этим квестам попасть вы опять таки открываете ежедневные квесты вот это закрываете это вы уже сделали вот 14 квестов из 18 вы выполнили следующий ваш как бы страничка которую вам открыть надо это помощь кальфиону если вы посмотрите вот первые квесты вот эти вот которые они не дают очков влияния и плюс ко всему вот 1 2 3 4 5 6 квестов они ограничены по уровню то есть вот эти квесты можно выполнять на уровне 43-45 то есть не выше 45-го уровня и на гигантов не выше 47-го уровня начиная с 45-го то есть ограничения по левелу есть а вот следующий квест 7-й в этой вот перечисленных источник агрессии как видите этот квест дает вам уже 200 очков опыта влияния и очки навыков значит эти квесты я сейчас открою вам карту и покажу значит там 2 квеста это на озере Кая вот сюда вот клацаете по карте прокладываете автопуть бежите вот сюда здесь будет 2 нпс на пристани один даст вам квест убить водяных вот и второй тоже какой-то ну достаточно легкие квесты там совсем немного монстров нужно поубивать сдаете получаете вы очки влияния соответственно стандартную награду но помимо этого с самих водяных ребята вам может выпасть дискотеки могут выпасть различные там бижутерия с энтов там очень часто выпадают шапки рурка перчатки рурка вот это все что можно будет потом продать нпс также там есть элитные монстры с которых с каждого элитного монстра сейчас на начальных землях вот это боленос кальфион и серензия выпадают опять-таки вот такие слиточки то есть вчера я делала эти квесты в общей сложности я сдала 152 слитка помимо двух кистов на озере Кая еще 4 квеста есть вот как только вы сделали здесь квест прокладывайте автопуть вот видите дорожка такая и вот на стыке трех вот этих дорог прокладывайте сюда вот тут здесь я вам покажу специально не поленюсь сейчас и проскочу потому что многие не знают они как-то я не знаю либо не видят либо у них может быть не включены все квесты я кстати эти квесты тоже заметила не сразу потому что у нас был фильтр квестов включен но вот эти два квеста у вас будет на то чтобы надо убить маншей нужно будет убивать два квеста на убийство ратамов тоже выполняются они очень быстро вчера я их также сделала за полчаса в общей сложности у меня на кальфионскую цепочку и вот этих шесть квестов ушло 58 минут это с учетом того что я еще вчера специально сделала квесты на вот на древесину из трента я сделала на пушку чтобы удостовериться что очки опыта влияния там не дают если у вас быстрая лошадка то вы добежите до туда очень быстро вот здесь берется вот на озере кая раз уж я бегу мимо я вам покажу вот видите подсвечены два квеста один у этого нпс один у этого вот тот дальний квест который третий это квест на рыбалку он вам не нужен взяв вот здесь вот просто переплываете озеро и на другой стороне вот в этой вот зоне вот там за теми островами там очень большое количество монстров наверняка выбили водяных когда выполняли пробуждение не пробуждение а на 49 левеле когда вам нужно было получить 50 и вас отправляли убить этого как он там вожак водяных или как он назывался уже точно не помню вот и сейчас я вам покажу еще 4 квеста по мини-карте вернее по карте вы видели куда я прокладывала по автопуть вот если вы правильно его проложите вас приведет вот как раз к пересечению этих дорожек и вот тут уже видите вот они светятся эти квесты сейчас я их брать не буду я сделаю их чуть попозже делаю я именно вот эти 6 квестов я делаю ежедневно ребят если уж совсем не сильно занято то 1200 очков влияния буквально за 10-15 минут которые я трачу учитывая свой гир ну как бы вообще для меня сложности не составляет если я нахожусь каким-то образом здесь пробегаю рядышком я всегда выполняю вот именно эти 6 квестов но вы решайте для себя будете ли вы это делать или нет вот я вам советую как бы это делать ну в принципе на этом я наверное завершу свое видео именно по данным цепочкам есть еще множество других цепочек для выполнения для повышения очков влияния вот о них мы поговорим несколько позже но на сегодняшний день я наверное буду с вами прощаться если видео было полезным подписывайтесь на канал ставьте лайки всего доброго до свидания до свидания до свидания поблагодарю до свидания до свидания Продолжение следует...